Рисовая бумага Первое блюдо это вьетнамская пицца. Начнем мы с приготовления омлета, который мы будем обмазывать в листочек рисовой бумаги. Для этого омлета нужно одно яйцо. Разбиваем прямо в мисочку. Сюда добавляем зеленый лук. Немного солим. И вилочкой размешиваем. Омлетик готов. Откладываем его в сторону. Теперь займемся соусом для нашей пиццы. Нам понадобится кетчуп, соль, сушеный чеснок и прованские травы. Сюда отправляем прованские травы, чеснок и щепотку соли. Все это размешиваем. Для такой пиццы есть много вариантов соусов. Соус готов. Кладем лист рисовой бумаги на сковородку. И быстренько-быстренько начинаем обмазывать ее, пока она не поднялась и не скрутилась. Этот лист должен быть мокрым. Как же быстро она скручивается. Нарезаем колбаску. Яйцо схватилось. Теперь можно выкладывать начинку. Выкладываем колбаску. Туда же сыр, тертый. И немного соуса. Складываем наш омлетик вдвое. И вот такая вьетнамская пицца у нас получилась. Обжариваем нашу пиццу еще с двух сторон. Для того, чтобы сыр расплавился, а рисовая бумага стала хрустящей. Вьетнамская пицца готова. Перекладем ее в тарелочку. Время пробовать. Вьетнамская пицца готова. Давайте попробуем ее. Вьетнамская пицца получилась просто отменной. Ее нужно есть в горячем виде. И это идеальная идея для завтрака. Второе блюдо. Это воздушные рисовые чипсы. Сейчас будем готовить соус к ним. Для соуса нам понадобится Кетчуп, смесь сушеного чеснока с черным перцем, прованские травы, соль и немного лимонного сока. В кетчуп добавим сушеный чеснок, прованские травы, щепотку соли и перемешаем. Хорошенько перемешали, а теперь разводим соус лимонным соком. Постепенно добавляем, размешиваем до нужной нам консистенции. Я добавлю еще немного. Я хочу соус пожитче. Идеальная консистенция. Соус готов. Рисовую бумагу нарезаем вот таким образом. Можно нарезать бумагу в произвольной форме. Нарезаем рисовую бумагу аккуратно, потому что она очень ломкая. Вот видите, она уже поломалась. На разогретом растительном масле обжариваем наши чипсики. Эти чипсики готовятся в считанные секунды. Их надо вытаскивать, чтобы не подгорели. Готово. И выкладываем на салфеточку. Обжариваем остальные чипсики. Которые чипсы. Которые чипсы. Которые чипсы. Вот и чипсы готовы, давайте попробуем их Берем чипсинку и макаем в наш фирменный соус Пробуем Чипсы получились очень воздушными и очень хрустящими Их солить не надо, они уже соленые А готовятся на раз, два, три Подошла очередь третьего блюда Третье блюдо это вьетнамские спринг-роллы Одни спринг-роллы у меня будут с овощами, курочкой и грибами А вторые спринг-роллы будут сладкими Они будут с фруктами и крем-чизом Давайте начнем готовить Разрежем курочку Теперь обжариваем Обжарено Нарежем грибочки Нарезано Теперь обжарим Обжарено Время собирать спринг-роллы Разрежем один лист рисовой бумаги Обмахиваем воду Буквально на секунду, потому что рисовая бумага становится очень-очень мягкой Еще немножечко И готово Сейчас она размякнет На досочку ставим И кладем на рисовую бумагу Один лист салата Я положу еще один Для красоты Вот Сюда же кладем паприку Еще немного паприки Помидорки Курочку Стой, курочка, куда убегаешь? И грибочки Сейчас все это завернем Нужно работать аккуратненько Заворачиваем хвостик Чтобы из ничего не падало И из спринг-ролла ничего не упало И спринг-ролл готов Сейчас также будем доделывать остальные спринг-роллы Теперь собираем фруктовый спринг-роллы Собираем фруктовые спринг-роллы Как всегда Окунаем рисовую бумагу в воду Кладем на доску И начинаем фаршировать, так сказать Два банана Немного крем-чиза Выложим вот так Потому что иначе никак Ну и дальше Остальные фрукты Авокадо Мой любимый инжир И персичек Все это крутим в ролл Конец вот так закручиваем Друзья, вот и готово спринг-роллы Самое время пробовать их Сперва попробую овощной спринг-ролл с курочкой Овощной спринг-ролл получился очень вкусным Мне понравилось Особенно мне понравилась вот эта нежнейшая курочка Время пробовать фруктовый спринг-ролл Фруктовый спринг-ролл не менее вкусный Он мне очень понравился Тут очень много витаминов А нежнейшая текстура крем-чиза сливается с фруктами И вместе это очень вкусно А еще больше мне понравилась оболочка Из рисовой бумаги Потому что она напоминает японские пирожные Дайфуку Мотти Друзья, эти блюда совсем не сложно приготовить Готовьте и наслаждайтесь вкусом Приятного аппетита мне и вам Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok